Так, дорогие друзья, доброе утро. Всем доброе утро. Хеллоу, бонжур, привет. Мы начинаем, начинаем. 198 урок, скоро будет 200 уроков с Божьей помощью. Значит, заканчиваем уже 25 главу сегодня. Заканчиваем 25 главу и переходим в 26 глава. 26 это имя Всевышнего, числовое значение, 26 это имя Всевышнего. Так что мы, значит, переходим очень важно. Я в 26 лет стал религиозным. 26 глава, это будет что-то, такой знаковый период. 26 поколение евреи вышли из Едипта, вы знаете. 26 поколение, Муша Рабейна, это было 26 поколение от первого человека. Представляете, всем доброе утро, шалом, шалом. Так, уже у нас сразу, вот это приятно когда, да? Только включаемся, уже сразу 30 человек, 40, вообще 80 человек на урок приходит. Я вообще, я по своему как бы начальному образованию чемпион. То есть я в детстве был спортсменом, меня отдали в спорт родители. И хотя в спорте, ну просто это, знаете, как ребенка берут, программируют. Каждого ребенка на что-то программируют. И меня с детства в 5 лет запрограммировали на спорт. Спортсменом надо быть. И у меня был тренер первая чемпионка Европы, и она меня еще и запрограммировала, что надо быть чемпионом. Обычно преподаватели, которые у них в жизни не удалась, они детям говорят, много хочешь, мало получишь, типа обломайся. Но чемпионы, они наоборот говорят, давай, ты должен стать чемпионом. И вот она меня так запрограммировала, я всю жизнь хочу стать чемпионом. Хотя понимаю, что незачем это. Я вчера смотрел кусочек, да, коротенький фильм такой в ютюбе про Майкла Фелпс. Это Майкл, я не помню, Фелпс его точно фамилия. Не, были, был Марк Спитц, который был по плаванию там многократный олимпийский чемпион. Но в чем прикол, вот послушайте. Вот этот Фелпс, он самый выдающийся спортсмен за всю историю. У него 28 олимпийских медалей. Не было ни одного человека, который был бы круче, чем он. То есть он собрал 28 олимпийских медалей, из них там 25 золотых, как страна. Он три олимпиады подряд выигрывал там на одной 8 золотых медалей. Ну то есть он уникум, вообще уникум из уникума. Но когда он закончил спорт, у него депрессия, он алкоголик, он там чуть не стал наркоманом в этот самый. То есть все, жизнь закончилась. То есть спортсмены, они в принципе, они запрограммированы стремиться к медалям. Но кроме этого все, они потом ничего с ними. Но слава богу, что я нашел потом чем заниматься. Но чем бы я не занимался, я хочу стать чемпионом. Поэтому давайте как-то сделаем, чтобы было 100 человек на уроте. То есть прям поставим цель себе, чтобы 100 человек на уроте. Потом 1000, потом 10 тысяч. Потом построим храм с Божьей помощью. То есть надо к чему-то стремиться. Мы должны стать чемпионами. Потому что смысл тогда. Так меня учила тренерша по плаванию в 5 лет. Поэтому я так и говорю. Хорошо. Все, поехали. Значит, у нас сегодня 25 глава. И в 25 главе мы уже дошли до 25 отрывка. У нас сегодня 25 глава, 25 отрывок. Отлично. Значит, после того, как мы узнали... А, 25 отрывок мы учили на том занятии, что для тела уставшего важна холодная вода. То есть нужно давать своему телу то, что ему нужно. То есть и вода это основа, как бы то, что надо давать телу. Уставшему телу холодная вода. А вообще человеку что нужно? Шмуа, това, мерец, мерхак. А человеку нужна хорошая новость из далекой земли. И наши комментаторы нам объяснили, что далекая земля, это имеется в виду семья. Раньше люди уезжали, чтобы зарабатывать на заработки. Уезжали далеко, в заморские страны. То есть не было возможности там зарабатывать. Это было самое большое счастье, зарабатывать там, где ты живешь. Мы сейчас перестали это ценить. А раньше люди за 3-9 земель, за 3-9 морей, значит, уплывали. И непонятно, увидят семью, не увидят. И вот когда такой человек получал хорошее известие, что с семьей все нормально, это его оживляло. Вот это вот очень важно. Для души нужна позитивная пища, хорошие новости. Хорошие новости, я помню, Рав Бенцион Зильбер, он сын Равыцкака Зильбера. Так он, значит, он всегда, когда здоровается, вот я это запомнил очень хорошо, я даже одно время у него это взял. И сейчас я часто так здороваюсь. Он, когда человеком здоровается, он говорит, ну, здравствуйте, что у вас хорошего в жизни? То есть он сразу, чтобы человек не начал жаловаться, он хочет услышать от него хорошие новости. Почему? Холодная вода, она оживляет тело, а хорошая новость оживляет душу. Поэтому, ну что, что у вас хорошего сегодня? Как у вас дела? Значит, и человек на этот вопрос вспоминает, что у него хорошее, у человека оживилась душа. И у меня, если я услышал пару хороших новостей, оживилась душа. Понятно. Теперь 26-й отрывок. Маян Нирпас, Умакор Машхат, Цадик Мат Лефне Раша. Дальше мы переходим в 26-м отрывке на такую интересную тему. Маян это источник, родник. И он Нирпас, он Нирпас это он разрушен, растоптан. Источник растоптан, родник растоптан. У Макор, Макор это источник. Макор Машхат, источник Машхат это испорчен. То есть там разрушен, а здесь испорчен. Цадик споткнулся, как бы спотыкнулся, ну споткнулся дословно Мэт Лефне Раша перед злодеем. Значит объясняется нам такая вещь. То есть без объяснения, естественно, ничего здесь не понятно. Какая связь, какой родник, какой источник. Почему растоптан, почему испортился. Но комментаторы нам объяснили, Малбим, основной Малбим, он объясняет следующую вещь. Как идет источник. Из-под земли бьет какая-то вода чистая, да, вот эта вот источник. И когда она выплывает, выходит она из-под земли на поверхность, это называется родник. То есть ты сверху смотришь, родник. Но у него есть источник. Родник иногда можно там растоптали, загрязнили, пикник на нем устроили. Но это в принципе вода изнутри идет та чистая, она сверху грязная. И это можно убрать, и оно как бы потом пойдет, ну опять очистится. Теперь, но если источник испортится, источник это то, что под землей, тогда уже не важно, что снаружи, источник испортится. Ну то есть вода снизу идет плохая. Теперь есть люди-цадики. Цадик это праведник, дословно переводится праведник. Кто такой праведник? Это человек, который победил свою животную натуру и сумел направить свое намерение, свое намерение, свои действия, свои мысли на служение Богу. И он все время побеждает свое злое начало, и он все время делает выборы служить Богу, помогать людям, то есть три вещи. Тора, изучать Тору, изучать божественную волю, молитва. И третья, помощь людям. Вот три основы, на которых стоит вообще мир. Три основы служения Богу, три основы праведности. Это изучать Тору, знать, что Бог хочет. Второе, молиться Богу, благодарить Бога за все, что у тебя есть. Это обеспечивает твою связь с Богом, личную, индивидуальную. И третье, это помогать другим людям, потому что здесь понятно, или ты эгоист, или ты не эгоист. Если ты эгоист, ты не будешь помогать. И ты будешь создавать меры, что человек меряет, меряет ему с небом. То есть, если ты гмелут хасадим, то есть ты помогаешь другим людям, то мера, что человек меряет, меряет ему с неба. И праведники, в основном, они помогают другим людям. Только этих людей называют праведниками. Если ты не хочешь помогать другим людям, а оставляешь себе две основы. Тора, изучение и служение Богу, благодарность и молитва, то ты тогда становишься не праведником, а каким-нибудь отшельником. То есть, ты вроде как с Богом в хороших, но кроме тебя и Бога об этом никто не знает. И тебя праведником не назовут, потому что ты ничего хорошего никому не сделал. Теперь, значит, есть вот эти вот праведники, которые стали на путь служению Богу. А есть злодеи. Кто такие злодеи? Злодеи, это те люди, которые осознанно стали на путь делания зла. То есть, они там грабители, разбойники, преступники, насильники, всякие маньяти, маньяти, эти самые, развратники. Ну, в общем, вся вот эта вот темная сторона мира, знаете, darkness, темная часть интернета. Мы тут сидим, значит, в светлую часть, мы не светлую, мы такую нейтральную часть освещаем. Во икра, мы как бы в интернете, в фейсбуке тоже запрещено, как бы, официально все негативное. Но мы, как бы, вот в такой нейтральный фейсбук, ну, никакой, по большому счету, бизнеса, вообще никакой. Мы даем свет, божественный свет. А есть darkness, есть темная сторона интернета, да, там есть какие-то сайты, где торгуют наркотиками, оружием, детская порнография. Там, ну, то есть, это для них, я назвал, самые такие у них, как бы, праведные вещи, да, все остальное у них там, наверное, еще хуже, просто я не знаю даже, о чем идет речь. Так вот, вот есть вот эти злодеи, это злая сторона мира, есть праведники, это добрая сторона мира, есть обычные люди нормальные, которые ни там, ни здесь. Они, как бы, и не злодеи, и не праведники, то есть, так. Так, теперь, значит, и вот они смотрят, как работает мир, смотрят они, как работает мир, и они решают себе, да, обычные нормальные люди, их там, 99%, то есть, 1% садиков таких уникальных, 1% злодеев таких уникальных, и 98% людей, которые смотрят, как работает, куда примкнуть, то ли в Аикру посмотреть, да, то ли там, Дом-2, вот они между Дом-2 и Ваикра, вот так вот, понятно, да. Теперь, если они видят, что праведник, он проигрывает злодею, то для них это что? Показатель, что надо идти на плохую сторону. То есть, если они видят, поэтому в Шелханоруте есть удивительная одна такая лоха, один закон, что праведник, человек, который не праведник, калмит хахам, то есть, он мудрец торы. У него есть одно, у него есть пятно на плаще, пятно на плаще, это как он оскверняет имя Всевышнего, то есть, он, как бы, так как он праведник, и он должен быть, написано, что мудрецы торы должны быть богатыми, должны быть известны, ну, то есть, они должны быть как цари. Но из-за того, что мудрецы торы, они сказали, ну, чем мы будем этим всем заниматься? Этот мир, он настолько временный, как я вам расскажу историю про самого великого мудреца последних там, последних 150 лет. Хафет Схаим его звали. Он был величайший мудрец, жил в городе Радин, какое-то местечко маленькое. И он был, ну, невероятный мудрец, написал много книг, Хафет Схаим. Значит, вот к нему он был во всем еврейском мире очень известен, и богатые религиозные евреи были уникально богатые, например, Высоцкий, Чай Высоцкий. Он учился в Ешиве Воложен, он учился у Раби Строля Салантера. Потом он ушел из Ешивы и буквально через несколько лет стал чайным королем России, 35% чайного рынка были ему принадлежали. Но он был всю жизнь религиозный человек, ну, все соблюдал и так далее. И вот такие люди, которые были религиозные, знали истинную ценность мудрецов, а мудрецы видят мир насквозь, мудрецы знают все, как работают. Они часто ездили к мудрецам и до сих пор ездят к мудрецам советоваться. Советоваться по каким-то вопросам. Главы правительства Израиля ходят к мудрецам, к главам Ешивов советоваться, ну и так далее. Делают они их советы или не делают другое, но то, что ходили все, советовались и к Любавическому Рэйбу и так далее, это факт. И вот, значит, приехал один богатый еврей того времени, приехал он к Хафецхайму, фабрикант такой. Приехал он из Москвы или из Петербурга, а там можно было жить только, если ты был купец первой дильдии, евреям можно было жить там. Если ты платил очень много налогов, то ты мог и соблюдать, и там жить. Простые евреи там жить не могли, в Москве, в Петербурге. Он приехал в Радин, значит, остановился в гостинице, даже не в местечке в этом Радин, там не было хорошей гостиницы, а рядом какой-то более крупный город. Он остановился в гостинице, очень богатый был. И приезжает в Радин посоветоваться по важным вопросам с Хафецхаймом. Приезжает он к нему, а Хафецхайм жил, у него был такой маленький домик такой, да, земляные полы и даже не было стульев. Причем, вот, например, самый такой великий мудрец последнего поколения, Раф Штейнман, он умер, ему было 105 лет. Где он? Есть у вас портрет? Можешь принести портрет, пожалуйста, да. Раф Штейнман, он умер, ему было 105 лет, и он до последнего времени, он управлял миром Ешиев, он был самый великий мудрец. Так у него до конца жизни, вот это, Раф Штейнман, это из последних поколений, вот, великий мудрец, который умер там 3 или 4 года назад, да. Так вот, у него не было, у него стулья были без спинки, он сидел с ровной спиной всегда, у него он не облокачивался на спинку стула, он сидел с ровной спиной. И у Хафецхайма, у Хафецхайма тоже не было даже стулья в доме, у него были скамейки, земляной пол, он входил в тулупе, но у него висел в шкафу костюм, который для прихода Машеха, он верил, что вот сейчас должен прийти Машех. То есть он был человек, который, и он иногда, говорят, что он ложился, ну не в гроб, или, ну как-то он ложился, представлял, что он умер, и представлял, как он к Богу пришел и с Богом беседует. То есть он все время был как бы наполовину в том мире, в духовном. И этот богатый еврей посоветовался с ним по своим вопросам, а потом говорит, извините, у меня к вам вопрос такой, вопрос у меня к вам. Он говорит, вот вы, ну там, самый великий мудрец, вы видите реальность насквозь, ну а что у вас, вы живете в таких условиях, ну земляной пол, ну почему вы как бы все не сделаете, ну богатое, чтобы было у вас условие. Хафецкай ему говорит, а вы, говорит, у вас большой дом? Он говорит, да, у меня в Петербурге дом, там пять этажей. Он говорит, а вы, значит, ну и там мебель, он говорит, да, у меня лучший архитектор, я работаю дизайнер, и там я дом, у меня вообще красавец, музей. Он ему говорит, а вы когда сюда приехали, вы где остановились? Он говорит, в гостинице. Он ему говорит, а вы в гостинице ремонт сделали? Он говорит, нет, зачем мне в гостинице ремонт? Он говорит, а мебель вы, значит, тоже покупали в гостинице? Он говорит, нет, говорит, я же ненадолго приехал. Хавыцкай ему говорит, так и я здесь в этом мире, я ненадолго. То есть я здесь чисто проездом, говорит. Поэтому я не буду тратить свое время на то, чтобы заниматься какими-то делами, которые для меня не важны. И он сейчас совершенно спокойно жил себе так дальше. Этот человек ему говорит, давайте я вам дам, создам фонд для вас. Ну не для вас лично, для ешив. Для ешив, для религиозных заведений, где все время евреи сидят и учат Тору нон-стоп, вообще без перерыва, целый день. Он говорит, давайте я сделаю фонд, и вы из этого фонда на проценты будете содержать ешиву, чтобы быть спокойными. Он говорит, нет, сейчас берем все деньги и все деньги раздаем нуждающимся. Тот говорит, так это же неправильно, говорит, это же неправильно, нужно же как-то позаботиться о завтрашнем дне. Хавыцкай ему говорит, откройте Тору, говорит, посмотрите, когда Бог вывел евреистий народ из Египта, то 40 лет они жили в пустыне, и ман выпадал каждый день. Даст Бог день, даст Бог пищу. И когда человек, это главная проверка веры. Или ты веришь в Бога, или ты веришь в себя. Если ты веришь в Бога, ты ничего не боишься. И он говорит, так как Тора была тем, кто кушал ман в пустыне, и именно это был тот тренинг, когда каждый день Бог их тренировал, а на субботу выпадала двойная доза. Поэтому два хлеба мы берем в субботу, потому что выпадала на субботу двойная доза мана. Понятно, да? То есть в субботу нельзя было собирать. А каждый день выпадала именно доза на один день. Почему? Чтобы запомнили, даст Бог день, даст Бог пищу. Чтобы привыкли надеяться на Бога, а не на себя. И Хафесхайм сказал, все деньги раздать, и все. Так теперь, о чем здесь сказал нам царь Соломон? Когда вот этот вот праведник, он продебается, он проигрывает злодею, то что? Это как источник, источник испорчен. То есть люди тогда, вот эти 98% обычных людей, они смотрят и думают в этом мире, значит зло сильнее, значит как бы надо идти в сторону зла. И нарушается вот это равновесие. Поэтому, поэтому, сказал Рабан Гамлиэль в Перте, вот во второй главе, он говорит, прекрасно сочетать изучение Торы с работой. Что когда ты занимаешься двумя этими вещами, то тогда это забывает грех. То есть ты тогда, у тебя нет времени грешить. И в принципе, хорошо, прямо я видел несколько раз, что мудрецы Торы, они должны быть богатыми. То есть нужно быть богатым, но именно по Торе, по Торе. Но мудрецы обычно, настоящие мудрецы, им это не надо. Они говорят, да, пускай, это вообще, ну зачем? И они этим не занимаются. А те, которые, вот еще раз я хочу сразу сказать, что те, кто говорят плохо про религиозных людей, ошибаются. Потому что если человек делает что-то неправильное, и он может быть одет как религиозный тысячу раз, но он не религиозный. Нельзя сказать, он религиозный, потому что он одет как религиозный. То есть мы можем сказать, насколько человек религиозный по его поведению, а не по его одежде. И поэтому все вот эти доводы, вот эти религиозные там туда ходят, сюда ходят, то делают, не то делают. Я всегда говорю, это люди, которые переодетые, то есть они реально переоделись в религиозных, а по факту они не религиозные, раз они так ведут себя. Понятно, настоящий религиозный человек, он все время с Богом, он делает все правильно. И если цадик, он прогнулся где-то и проиграл злодею, значит, значит, что тут написано? Значит, какая-то есть проблема. Есть какая-то проблема. У кого есть проблема? У цадика. То есть он, значит, как Ноах, например, да, Ноах был, ну, единственный, Бог говорит, Ноах цадик ходит передо мной, да, единственный, он единственный спасся в потопе, единственный вообще, да, все человечество было уничтожено. Что с ним случилось после потопа? Его сын, значит, кастрировал. Проблема вообще? Реально, он набухался, прямо по Торе написано, что он сделал, ну, вино напился, и, значит, ну, там не написано напрямую, что кастрировал, там не написано, кастрировал. Но была какая-то проблема там, да, значит, что это значит? Значит, он неправильно себя повел, значит, он, не надо было или вино пить, или еще что-то, но если мы видим, что цадик, он проигрывает злодею, значит, есть в этой ситуации какая-то проблема. И так не должно быть, должно быть наоборот. Когда царь Соломон, который написал эту книгу, которую мы сейчас изучаем, Мишли, он был самый богатый человек в мире того времени. То есть, весь мир приезжал в Иерусалим, весь мир слушал его мудрость, весь мир любовался, все было покрыто золотом, он построил первый храм, это было чудо света. Первый храм он построил, когда сейчас все ездят в Рим, типа, Рим, красиво, вот это цивилизация, это там вообще крутые такие. Колизей построили в 80-м году нашей эры, а царь Соломон построил первый храм, который был больше, чем Колизей размером, он его построил за 500 лет до нашей эры. То есть, до Колизея 600 лет. То есть, 600 лет до, 600 лет до этого самого, до Колизея, до Рима, когда Рим там начал строить, за 600 лет, какой 600 лет? Не 600 лет, вообще, я ошибся. Значит, Колизей построили после разрушения второго храма. То есть, римляне разрушили второй храм и построили Колизей. Теперь угнали евреев, как раз 100 тысяч человек, которые из Израиля строили этот Колизей. Теперь, значит, второй храм простоял 420 лет. Было 70 лет еще изгнания и 410 лет первый храм. То есть, за тысячу лет до Колизея царь Соломон построил первый храм. И это было чудо света, там есть описание, какого было размера. То есть, вот это подход Торы. Когда есть великая мудрость, то она должна выражаться в каком-то строительстве. Но есть великие мудрецы, которые говорят, нет, нам это не интересно, потому что мы здесь проездом в этом мире. То есть, мы спокойно проходим этот жизненный путь, накапливая духовный вот этот потенциал. А вот туда мы перейдем и посмотрим тогда, и посмотрим тогда, кто где будет. И сейчас интересно, я недавно общался с одним такой религиозный миллиардер. И он всю жизнь, он религиозный, он родился 9-го ава в религиозной семье беженца из Ливии. И зовут его Элигорн, Элигорн его зовут, и он, значит, сейчас мы где-то за 70 лет. И он решил раздать 60% своих денег, решил раздать там, ну, больше миллиарда долларов, решил раздать, значит, на благотворительность, на митсвот. И он говорит, я всю жизнь работал здесь, чтобы заработать миллиарды. И я стал, я боялся быть бедным и не хотел никому проигрывать. А сейчас, я, говорит, боюсь туда прийти и быть бедным. Но сколько бы он ни раздал нацдаку, все равно он перейдет туда и увидит там наверху Рава Штейнмана, который сидел на стуле всю жизнь без спинки и всю жизнь учил Тору и занимался только служением Богу. И все равно у него заслуг будет у Рава Штейнмана намного больше, чем у Элигорна, который всю жизнь работал молодец, то есть стал миллиардером, получил много славы, много там, ну, реально крутой, он был самый богатый человек в Бразилии. Но туда он придет, он старается набрать запаса духовного, но я не знаю. Теперь дальше. Давайте сегодня закончим главу, чтобы мы закончили главу. Сегодня 27-й отрывок. 27-й отрывок говорит так. Кушать много меда, говорит 27-й отрывок, нехорошо, нехорошо кушать много меда. Понятно, парни? Не ешьте много меда. Вы хекер квадам кавод. Но исследовать почет, это почет. Исследовать почет, это почет. Прям дословно. Вы хекер квадам кавод. Мы сейчас про кого говорили? Да. Нет, вы хекер квадам. Исследование почета их, твой почет. Значит, о чем это мы сейчас говорили? Почему этот посуд прямо здесь? Вот смотрите. Значит, кушать много меда, имеется в виду не меда. Потому что мы уже до этого учили, что если ты много меда ешь, то ты вырвешь прямо. Это понятно. Вот, правильно, радость моя, она точно. Мед это не просто мудрость. А в Торе есть разные части. Вот мы сейчас изучаем Мишли, это как психология Торы. Это психология Торы, как все работает. Есть законы, это Аллахот. То есть, конкретно, что и как надо делать в каждой ситуации. То есть, там чисто вот кодекс такой, да? Есть, например, там Медрашим, Мишнайот. Ну, то есть, Талмуд. Есть много вещей. А есть Дваш. Мед это имеется в виду Кабала. Кабала, это тайное знание о том, как Бог, вообще, вот само слово, мы когда говорим Бог, да? По простой вере, вот как, я верю по-простому. Бог это создатель мира, творец мира, хозяин мира. Стоп. Все. Дальше я не хочу ничего знать. Потому что я знаю, что есть хозяин, он создал мир, сотворил мир, он миром управляет, и он сказал, что делать. Дальше я изучаю открытую часть Торы, где Бог объяснил через великих мудрецов, через царя Соломона, что и как надо делать, чтобы пройти свой жизненный путь и не споткнуться. Но есть люди, которые говорят, секундочку, а кто это Бог вообще? Как он создал мир? И они начинают исследовать вот эти вот верхние уровни, там, сферот какие-то, цимцум, он там себя как-то сжал, не сжал. То есть они хотят понять то, что, в принципе, я считаю, ну а зачем это понимать? То есть понятно, что он создал, понятно, что у мира есть хозяин, понятно, что мир очень четко и круто организован. То есть ты разберись, как жить в этом мире, зачем тебе знать, как его создали. Это называется мед. Есть Моасе Меркова, это как название, я даже название не знаю, как перевести. Моасе Меркова это колесница, колесница, из танка Меркова в израильской армии. Значит, Моасе Меркова это как Бог управляет, грубо говоря, миром. Есть Моасе Берешит, как он сотворил мир с самого начала. И это все называется мед. Так, говорит царь Соломон нам прямым текстом. Ахоль дваш арбот лотов. Много кушать этого меда нехорошо, потому что те, кто лезут туда наверх, они или сходят с ума, или умирают, или отходят от торы, от простой торы, да, такой понятной простой торы, что надо делать. Или же единицы, как раби Атива, это я рассказываю историю, четверо поднимались в пардес, выше эти уровни. И, значит, один умер, один зашел с ума, и Лиша Бенавуэ, он отошел от торы, и раби Атива зашел и вышел с миром. То есть из тех, кого я знаю, которые учили кабалу, вот это именно чаще всего такая пропорция. Три четверти получают от этого ущерб, и только одна четверть получает какую-то пользу. И то пользу очень странную, потому что они как бы от этого мира отрываются. Они, ну, получают пользу, но эта польза у них никак не интегрирована в этот мир. То есть, но три четверти или сходят с ума, или отходят от выполнения заповедей, или умирают. Это, я вам, ну, это ужасно. Поэтому кушать много меда нехорошо, а вот исследовать квадам, исследовать почет. Чей почет? Мудрецов. Вот то, что мы сейчас, мы исследовали Хафецхайма, мы исследовали Рава Штейнмана, мы исследовали даже Элли Горна, который великий человек, который реально как бы может быть примером. То есть, когда мы исследуем примеры людей, которых мы можем понять, тогда это почетно. Именно исследуем людей, у которых есть позитивное что-то, да? Есть там биографии мудрецов, есть... То есть, когда мы исследуем то, что мы можем понять, великолепно. Когда мы исследуем то, что мы не можем понять, это как кушать меда, чуть-чуть хорошо, много навредит. И последний отрывок сегодняшнего дня, Ир Пруца Эн Хума, это 28 отрывок 25 главы, и мы ее сегодня заканчиваем. Ир Пруца Эн Хума, город открытый, нет у него стены, Иш, это как бы метафора, как город открытый, у которого нет стены, даже Пруца это поруд разрушенный, но он разрушенный, можно так сказать, да. Ир Пруца Эн Хума, город разрушенный, нету стены, человек, который не останавливает свой дух, не управляет своим духом, своим намерением. Что это значит? Значит, человек уже много раз, царь Салмон, сравнивал человека с городом. Значит, вот представь, что ты город, у тебя есть душа, святая, божественная душа, у тебя есть, эта душа переходит в руах, это намерение твое, и дальше у тебя есть тело нефеш, которое биоскафандр, который четко отрегулирован, который должен тебя носить по телу. Куда носить? А это куда твой дух выберет, твое намерение. Если человек выбирает намерение идти в сторону Бога, значит, его тело, его все поворачивается, он получает, программно себя закачивает, инсталлирует обеспечение Тора, заповеди, он понимает, что Бог хочет, и он начинает двигаться, его намерение двигает его к Богу. Другой вариант, человек не выбирает этого, и он говорит, а я сейчас, давайте, у меня шлюзы открыты, знаете, как у компьютеров, типа, программируйте меня, кто хочет, программируйте. И начинаются фильмы, сериалы, неделя моды, значит, Нью-Йоркская, каждый год, она же должна проходить неделя моды, кто-то же должен перепрограммироваться, что одевать. Люди же не знают, как одеваться, им же, ну, как бы, сами не додумаются, им же показать надо, как одеться, правильно? Дальше, ну, и так далее, и так далее. И идет программирование обычного человека, и обычный человек, тот, кто не управляет своим намерением и не может свое намерение направлять на правильные вещи, он как разрушенный город, потому что он пускает себе в город, впускает всяких, кого только не лень, да, через информационные СМИ, да, средства массовой информации, то есть они массово людей, знаешь, как сказать, массово людей, ну, под одну штамповку, конвейер, потому что производство идет конвейерно, и люди должны быть конвейерные, чтобы потреблять то, что производится конвейерно. Все как бы понятно. Теперь внутренняя часть человека, она настроена на то, чтобы обслуживать желание тела, и как бы так Бог специально сделал, чтобы было равновесие, чтобы было равновесие, чтобы ты мог реально выбирать между духовностью, которая непривлекательная, и материальностью, которая привлекательная. И голова мышления человека, оно его ведет через картинки, через воображение, через вожделение, ведет в сторону плохую, в сторону животную, а ты должен выбрать в сторону божественную. Все, и так ты работаешь, 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 ставишь стену, направляешься куда? В сторону шабата. Все, давайте сделаем выводы из сегодняшнего занятия. Значит, первый вывод какой, что праведник должен быть сильным. Праведник должен быть сильным, и есть сильные праведники. Были такие люди, как Равдон Искакабарбанель, который был министром финансов у Изабеллы, когда было изгнание евреев из Испании, и он поднялся вместе со всеми и ушел. Были великие, великие мудрецы, и мы должны исследовать их почет, и понять, как они были устроены, как они жили, что у них было. Очень плохо, если мудрецы проигрывают злодеев, поэтому давайте поддерживать мудрецов, поддерживать мудрецов Торы, то есть это очень важная вещь. И третья вещь, это нужно прежде всего изучать, опять же, написано, что изучение Талмиде Хахамим, как они живут, оно важнее, чем изучение Торы, потому что, когда ты изучаешь вот этих великих людей, как ФСК, кстати, давай попросим, давай попросим Якова Шатадина и Влада Косова, чтобы на портале Вейкра появлялась больше биографий великих мудрецов. И есть очень крутые, вообще очень крутой есть Раф Дедалия Шостак, у него, он историк, он раввин историк. У него лекции невероятные про историю еврейскую, невероятные вообще лекции, и я очень прошу, я с ним даже сегодня свяжусь, чтобы он послал свои лекции, чтобы мы на Вейкре тоже начали их размещать. Это фантастика вообще. Я бы даже хотел бы издать его книгу, потому что он делает аудиолекции, а было бы классно издать эту книгу. И вообще я лучшего ничего не слышал. Все, друзья, удачи, успехов. И шаббат шалом. Шаббат шалом, значит, направляем свое внимание куда? На заповеди, на служение Богу. Все. Всем спасибо. Напишите, пожалуйста, свои выводы, как распространяем Тору. Ставьте лайки, делитесь, пишите комментарии. То есть мы должны этот темный интернет осветить. Осветим темный интернет. Все, пока. Удачи, успехов. Шаббат шалом.